Всем привет! Меня зовут Ласек Михаил Петрович. Я работаю преподавателем на кафедре радиофизики и электроники в Светлых Казахстанском государственном университете. В данном теоретическом уроке мы продолжаем знакомиться с микротроллерами ПИК. На данном этапе мы познакомимся с новым флагом. Флаг С. Либо флаг переноса займа. Флаг С. Также с помощью этого флага мы рассмотрим, как можно сравнить значение двух регистров. Какой регистр больше, какой регистр меньше. Ну и познакомимся с некоторыми новыми командами. Раздвиг влево, разбвиг вправо. И команды сложения с аккумулятором и вычитания из аккумулятора. Для того, чтобы было понятно содержимое данного урока, желательно, конечно, познакомиться с уроками с номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Также урок номер 18 и урок номер 19. Урок номер 19 это встреча с первым флагом. Это флаг нулевого результата. Ну а в данном уроке мы познакомимся с нашим вторым флагом. Флаг переноса. Для чего же он нужен? Во-первых, этот бит может самостоятельно устанавливаться в единицу, либо в ноль. Также в этот бит можно записывать самим единицу, либо в ноль. Для микро-контроллера PIX16F84A этот бит расположен в нулевом бите регистра статус. Это можно посмотреть, зайдя в документацию контроллеру и найти регистр статус. Вот он здесь. И вот он наш C-клак. Здесь, конечно, на английском языке рассказано, для чего он нужен. Но мы рассмотрим в программе MPLAB, как с ним работать. Здесь сказано, что если бит C, либо флаг C поднят, то есть он равен единице, то было переполнение регистра. Поэтому мы познакомимся с переполнением регистра. Также можно сказать, что это был произведен перенос, либо не было заема. Посмотрим, что такое заем и перенос. Ну и в случае, когда C равняется нулю, то есть он может сам стать равным нулю, этот бит. В случае, когда переполнение регистра не было. Либо был заем, либо не было переноса. Ну, для начала мы рассмотрим, что такое перенос. Ну, либо переполнение регистра. Рассмотрим. Вот здесь примеры. Ну, вначале у нас, конечно, идут две стандартные строчки, которые мы всегда используем. Потом мы объявляем три регистра. Регист статус, в котором находится наш бит C, и два регистра общего назначения. В принципе, можно использовать в качестве регистра регистры и специальное назначение. Ну, начинаем примеры. Пример, когда происходит переполнение, либо перенос. Что значит переполнение? Ну, вспомним то, что максимальное значение, которое может хранить наш байт, это 255, а минимальное 0. Переполнение наступает тогда, когда в результате каких-то операций, а это конкретно операции сложения, в регистре, либо в аккумуляторе, результат становится больше. В 255. Давайте рассмотрим пример. Для этого запустим дебаггер и нажмем точку остановки вот на этой строчке, на первой строчке. Откроем окно File Registers. Его можно найти в окошке Windows, вернее, в меню Windows. Потом выбрать BigMemReviews и File Registers. Откроется такое окошко. Здесь мы выбираем формат символьный и контролируем то, что у нас происходит. Регистр находится здесь. Вот этот регистр по адресу 0CH. Вот здесь. А регистр находится вот здесь. Нас интересует только нулевой бит. Сейчас мы запишем 200 в аккумулятор, а теперь 200 из аккумулятора перенесем в регистр. Вот, 200 в регистре. Запишем 60 в аккумулятор. Теперь опустим флаг переноса займа. Здесь у нас получается пока что единичка. Изначально мы не знаем, какое значение принимает флаг переноса, либо заема. Поэтому перед тем, как использовать какие-то действия с этим флагом, желательно его определить, если, конечно, это вам необходимо. Возможно, в случае, когда определять этот бит, в принципе, и не надо. Но изначально мы не знаем, какое он принимает значение. Так, нажимаем далее. Теперь у нас флаг опущен. И мы складываем 200 плюс 60. Результат записываем в сам регистр. Посмотрим, что произойдет. В результате у нас флаг C оказался поднятым. То есть он сам поднялся после этой команды. Кроме того, в регистре результат равен 4. Вот он, равен 4. Но значение аккумулятора у нас не поменялось, потому что мы тут указали единичку. Если бы указали нолик, то у нас просто значение регистра бы не изменилось. Оно бы осталось 200 равным. А значение аккумулятора стало бы равным 4. Точку надо поставить. Что же произошло? Во-первых, произошло переполнение регистра. То есть мы ушли за предел. Поэтому у нас поднялся флаг. Почему теперь равняется он 4, вот этот регистр? Ну давайте вспомним нашу табличку, которую мы рассматривали в уроке номер 9. У нас есть число 200. И мы прибавляем к нему 60. То есть если мы, допустим, прибавили бы 255, то у нас бы значения были все единички. Но нам нужно прибавить еще 5. Так как у нас здесь предел, мы возвращаемся назад, прибавляем еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. Это значение равняется вот такому значению в двоичном коде, либо четверке в десятичном коде. Поэтому у нас получился результат в регистре 4 равным. Ну давайте еще рассмотрим на примере калькулятора. Возьмем калькулятор для программистов. Ну и сложим 200. Вот здесь у нас в двоичном коде. Это 8 бит. Это уже второй байт. Это третий байт и так далее. И прибавим к ним еще 60. Получим вот это значение. Вот эта четверка. А этот лишний бит перешел вот сюда. То есть как будто бы сложили два числа. Так как у нас здесь значение ограничено, то 1 единица пошла на ум и перешла в следующий байт. Вот так сказать. Значит, это свойство флага C можно использовать, и мы в будущем, наверное, будем использовать, когда мы хотим работать с числами больше, чем 255. Для этого нам нужно использовать несколько байт, и тогда диапазон значений у нас резко расширяется. Если, допустим, мы воспользуемся двумя байтами, например, максимальное значение, вначале забросим, так, вначале вот так запишем все единички сюда, максимальное значение, которое мы сможем использовать, используя два байта, будет равным, сейчас мы посмотрим, так, чуть осталось единичек, 65535. То есть, когда мы используем два байта, у нас резкое значение увеличивается. Но, чтобы работать двумя байтами, нам понадобится как раз флаг C. Об этом мы, конечно, еще поговорим в будущих уроках. Вот так работает флаг переноса. Ну, давайте еще рассмотрим пару случаев. Теперь запишем в регист 200 и в аккумулятор 60, то есть ничего не изменим. Но флаг изначально поднимем. Все, подняли флаг, он теперь равен единице. Ну и опять-таки сложим и результат запишем в регистр. В результате в регистре будет четверка. Флаг у нас как был равен единице, так и остается равным единице, то есть не изменился. Остался на том же самом месте. Теперь рассмотрим еще случай. Запишем 100 в регистр и запишем 60 в регистр. И сложим два значения. А также перед этим опустим флаг. Вот теперь он равен нулю. Результат суммы будет меньше, чем 255, поэтому флаг у нас будет опущен и дальше. То есть не поднимется. А результат будет равен 160. Давайте еще один случай рассмотрим. Запишем также 100 и 60. А теперь заведомо поднимем флаг. Заведомо подняли флаг. И теперь сложим значение регистра с аккумулятором. Результат будет опять-таки 160. Но теперь флаг у нас опустится. То есть если он был поднят, и мы сложили, и в результате у нас оказалось меньше, чем 255, флаг опускается. То есть бит становится равным нулю. Вот. Такая особенность этого бита. И с помощью команд btf.sc и btf.sc можно использовать бит этот для работы с несколькими байтами. Теперь рассмотрим еще одну команду. Команда addlw. Которая почти аналогична команде addwf. То есть бит c с ней, этой командой, поступает аналогичным образом. Но эта команда приводит к тому, что происходит сложение константы и аккумулятора. Например, мы записали 200 в аккумулятор. Ну и, к примеру, допустим, опустили флаг. А потом прибавляем 200 к текущему значению аккумулятора. То есть получается 200 плюс 200 дает нам 400. В результате из-за переполнения флаг у нас поднимется. А в регистре будет записано значение, но не 200, а какое-то другое. Можно посчитать. Просто взяв калькулятор вот такой 200 плюс 200. И получается вот такое-то число у нас получится. Вот такое число у нас будет измениться в аккумуляторе. Вот команда addlw. То есть с битом c происходит все то же самое, что и с addwf. Просто здесь идет работа уже самим аккумулятором. Можете, в принципе, поэкспериментировать. Четыре случая рассмотреть. Теперь пример заемок. И использование этого заема для сравнения значения регистров. Или регистра с аккумулятором. Значит, если c равняется единице, то есть флаг поднят, значит заема не было. А если c равняется нулю, то был заем. Рассмотрим пример. Запишем 60 в регистр и запишем 100 в регистр. Заем возникает тогда, когда у нас в результате вычитания получается отрицательное число. То есть меньше нуля. Строго меньше нуля. Ну давайте вначале поднимем флаг. Вот мы флаг подняли. Теперь вычитаем и проверяем, что получается. В результате вычитания флаг опустился. То есть результат у нас оказался меньше нуля. И он действительно опустился. Ну и в регистре вот такое значение появилось. По тому же самому принципу из таблицы. Дальше поехали. Рассмотрим второй случай. Запишем 60 и 100. То же самое сделаем. Но теперь флаг изначально опустим. И произведем вычитание. После вычитания у нас флаг остался опущенным. Потому что у нас значение меньше нуля. То есть если у нас был флаг равным нулю. То и сейчас он останется равным нулю. Так как у нас после subwf. Результат меньше нуля. Теперь произведем вычитание. Но уже в регистре запишем число 160. А в аккумуляторе оставим 100. Флаг изначально поднимем. 160 минус 100 это будет больше чем 60. Поэтому наш флаг поднимется. То есть переполнение, вернее заема не произошло. Так как у нас значение больше чем 0. Поэтому наш флаг поднимается после команды subwf. Ну и теперь точно такой же случай. Но изначально флаг специально отпустим. Вернее вот здесь у нас флаг был поднят. Он так и остался поднятым. А здесь мы флаг опустим. И посмотрим что произойдет. Флаг поднялся. Вот такая особенность. Эту особенность можно использовать, когда мы хотим сравнить значение двух регистров. Для примера возьмем конкретные значения наших регистров. Например 100 и 200. В реальной программе мы можем и не знать, чему равняются два данных регистра. Но мы хотим их сравнить. Вот возьмем два значения 100 и 200. Запишем в них эти числа. Все записали. Как происходит сравнение. Берем один из регистров. Например регист 2. И записываем его значение в аккумулятор. С помощью вот такой комбинации. В основном это записывание значения в аккумулятор. Дальше. Например возьмем и поднимем флаг. Хотя можно в принципе и отпустить флаг. Туда просто немножко нужно будет изменить код. Но мы поднимаем флаг. Теперь вычитаем из регистра значение в аккумуляторе. То есть это то же самое что регистр минус аккумулятор. А так как у нас в аккумуляторе значение западает с регистром 2. То это будет то же самое что регистр минус регистр 2. И если этот результат окажется меньше нуля. То это будет значит то что регистр 2 является больше чем регистр просто регистр. Если же результат окажется больше либо равен нулю. То это значит что регистр больше регистра 2. Либо регистр равен регистру 2. Ну давайте произведем вычитание. Мы вычитали. Поэтому у нас так как у нас регистр 2 больше чем регистр 1. Получается что результат будет отрицательный. Следовательно флаг будет отпущен. То есть будет равен нулю. Вот он нулю. А дальше мы используем кабанду btfss. Если он равен нулю то мы переходим на эту строчку. Если этот бит не равен нулю то переходим через строчку. А он у нас равен нулю тогда когда у нас регистр 2 больше. Я думаю это понятно. То есть если вычитание у нас флаг в данном случае опустился. Значит регистр 2 больше. Если остался поднятым значит регистр 2 меньше. Либо равен. Ну и дальше выполняется код. Который идет. Который находится под меткой регистр 2 больше. Либо строчки ниже команды go to. Например move lw.0. Вот. То есть так можно сравнить два регистра. Либо регистр с аккумулятором. Да. Даже не надо будет никакое значение переносить из регистра 2. Достаточно записать значение в аккумулятор. И произвести вычитание. И проконтролировать как изменится наш флаг. Изначально зная чему он равен. Вот. Вот такие 3 команды. Еще одна команда. Это команда sub lw. Это последняя четвертая команда. Она по сути аналогична команде sub wf. То есть с битом c. Происходит то же самое. Только здесь происходит вычитание из аккумулятора. То есть вы берете вычитать некоторые значения из аккумулятора. Значение может быть от 0 до 255. Если опять-таки значение получилось отрицательным. То бит станет равным 0. Если значение получилось положительным. То бит c будет 1. Вот. Есть еще две команды incf, decf. В результате которых мы можем дойти до значения, которое превысит 255. Но с данными командами бит c не работает. То есть если к нашему регистру, например, регистру, регистра, мы прибавим единичку с помощью команды incf. А этот регист был только что равен 255. То результат будет равен 0. То есть мы перейдем к 0. Но бит c не изменится в результате действия этих двух команд. Ну и еще две команды, которые используют бит c. Это сдвиг лево, сдвиг право. Давайте посмотрим на следующую картинку. Вот, допустим, у нас есть некоторый регистр с таким значением. Вот, ноликами и единичками. И есть бит c. В нем некоторые значения. Ну, допустим, единичку. Вот. Значит, мы записали единичку в нулевой бит регистра статус. Это миккинтроллер пик 16.4.a. Потом записали в регистр значения следующее. И дальше используем команду rlf. Что значит rlf? То есть регистр left. А буковка f указывает на то, что дальше должен идти регистр. Имя регистра. Например, вот этот регистр. Ну, запятая 1 указывает на то, что результат сохранится в самом регистре. А запятая 0 говорит о том, что результат сохранится в аккумуляторе. Регистр не изменится. Здесь же аккумулятор не меняется. Когда мы используем такую команду, происходит сдвиг битов. То есть бит, который был вот здесь, перейдет... Вернее, вот здесь бит. Перейдет влево. Вот сюда. Этот бит тоже придет влево сюда. Этот бит также придет сюда. Этот бит сюда. Последний бит, старший бит, перейдет на место бита c. То есть окажется вот здесь. А сам бит c окажется на месте младшего бита. То есть, перейдет вот сюда. Вот так работает бит C. Можно еще вот так нарисовать. То есть, когда мы сдвигаем влево, эти биты переходят влево. Бит C перемещается на место младшего бита, а старший бит байта перемещается на место бита C. Вот это сдвиг влево. Если мы используем команду сдвиг вправо, это будет RRF. То есть, регистр Right AF. Это у нас указывает, что здесь должен быть регистр. Происходит просто сдвиг аналогично, только вправо. Значит, этот бит перейдет вот сюда, этот бит перейдет вот сюда, этот бит сюда. Соответственно, бит C перейдет на место старшего бита, а младший бит перейдет на место бита C. То есть, вот так можно еще зарисовать. Такая команда RRF и такая команда RRF в дальнейшем также будут использоваться. Ну и давайте еще рассмотрим один случай. Вот у нас есть некоторое значение. Допустим, 1111000. Запишем его в аккумулятор. Вот, записали. Теперь запишем это в регистр. Регистр это 240. Теперь заведомо я специально установлю 0 в бите C. Специально я записал 0. Теперь, что мы делаем? Теперь сдвигаем регистр вправо. Заметим, что здесь значение 240. Давайте сдвинем регистр вправо, но изначально флаг C опущен. Это важно. Посмотрим, что произойдет. Результат изменился два раза. Заметьте, два раза. Теперь давайте опять на всякий случай опустим значение бита C, хотя, в принципе, оно изначально уже и так опущено. Но на всякий случай поставим там 0. Теперь опять сдвинем вправо на одну клеточку. Результат опять изменился дважды. Если мы опять поступим аналогичным образом, то еще на два поделим. То есть, когда мы сдвигаем вправо регистр, а в афлаг C опущен, то это эквивалентно тому, что мы делим число пополам. Ну, а теперь давайте сдвинем его не вправо, а влево. Сдвигаем влево. Значение увеличилось дважды. Повторим. Опять-таки увеличилось дважды. То есть, сдвиг право, сдвиг влево можно использовать как комперацию умножения либо деления, но нужно не забывать, что максимальное значение, которое мы можем записать в наш байт, равняется 255. Если, конечно, мы не используем несколько байт памяти. Ну, давайте перейдем к нашему калькулятору. Вот пример калькулятора. То есть, возьмем некоторое число. Например, нечетное. 85. И сделаем сдвиг право. Справа сдвиг. Получается 42. Ну, получается, если 85 поделить на 2, то 42 целых будет 0,5. То есть, можно сказать, поделили на 2 и вытащили целую часть. Теперь опять сдвиг право. Получается 21. Опять сдвиг право. Получается 10. Сдвиг право. Получается 5. И так далее. Вот. Сдвиг право приводит тому, что мы делаем число на 2. Ну, и в случае, когда единица, мы, получается, при сдвиге права обнуляем результат. Теперь сдвиг влево. Возьмем некоторое число 5, например. Сделаем сдвиг влево. Тогда оно увеличится на 10. Вернее, он увеличится 2 раза. Еще сдвиг влево. Будет 20. Еще сдвиг влево. Будет 40. Еще. Еще. И так далее. Ну, 30-20 у нас уже не получится. В нашем случае у нас будет значение вот такое. Ну, а в флаге С будет равниться единичка. Вот так-то. То есть, сдвиг влево, сдвиг влево. Можно еще и так же использовать, как у нас команда умножения на 2, либо деления на 2. Но необходимо учитывать, что флаг мы должны все-таки опускать. Вот такая особенность этого флага. В дальнейшем мы, конечно, будем использовать его чаще. Поэтому мы с ним лучше познакомимся. Ну, а данный код программы я оставлю в описании, чтобы вы могли его скопировать себе в MPLABX и поэкспериментировать с данным кодом. То есть, проверить еще раз значение битов, как они меняются. Ну, и все комментарии там также оставлю. Но перед тем, как запустить этот код, необходимо в проекте, чтобы у вас кодировка была Windows 1.2.5.1. То есть, вначале нужно отключить дебаггер. Вот. И выбираем файл, свойства. Здесь выбираем общие, выбираем кодировку. 1.2.5.1. Вот. И тогда у вас комментарии должны быть на русском, а не в виде знака вопроса, либо чего-то еще. Вот. Ну, в принципе, на этом уроке мы закончим. Мы познакомились с нашим битом. Научились сравнивать регистры. Научились сдвигать регистры влево и вправо. Узнали, что можно использовать сдвиг лево и вправо как умножение, либо деление. Ну, и в дальнейшем мы этими свойствами будем часто пользоваться. На этом я урока заканчиваю. Если вам было понятно данное видео, то ставьте лайк. Если хотите следить за выпуском новых видео, то подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok